Всем привет-привет! Всем отличной пятницы! Напоминаю, что сегодня вышел анонс в разделе сообщества, где я приглашаю вас на Блиц-консультацию на тему потока. Вот вся информация есть в анонсированном посте. А я хочу сегодня сделать для вас расклад на тему, как много времени вы тратите впустую. Такой недавно я просто видела один ролик на ТикТоке. Там девушка, как их называют-то, букблогер, наверное, так правильно. Она читает очень много литературы. Но ясное дело, что это ее интерес. Я не знаю, является ли это основной ее работой или нет. Либо она еще работает где-то на наемной работе. Но не суть. Просто ее спрашивали, как много, откуда у вас так много прочитано книг. Что она объяснила, что помимо книг, которые она читает, она еще параллельно может слушать разные книги в аудиоформате. Ну, что в принципе делаю и я. Я имею в виду про прослушивание книг. А книги она читает просто очень быстро. Она научилась читать. И опять же таки задавали ей в комментариях вопрос о том, что не может быть. То есть вы, получается, целыми днями читаете. То есть у вас нет другой жизни. На что она сказала, что вот если вы просто посмотрите, сколько времени вы тратите на то, чтобы зайти в ленту до того же самого ТикТока. И просто прокручивать и смотреть ролики, кажется, что там, условно говоря, 15 секунд мы задерживаемся плюс-минус на каждом ролике. Сколько времени это занимает? На самом деле это действительно занимает очень много времени. Почему? Потому что я наблюдала за собой, что вроде бы казалось иногда, когда у меня перегруженная голова, я хочу просто потупить. И мне не важно, что я буду смотреть и для чего. Ясное дело, чтобы это было приятно. То есть я не смотрю просто так новости. Могу зайти в ТикТок и просто прокручивать ролики. Главное, чтобы голова отдыхала. И я могу так залипнуть где-то часа на полтора-два. Это 100%. И если бы это время потрачено было бы на что-то более полезное, то мы бы успевали. Ну, я за себя буду говорить, за вас я не знаю. Вы, наверное, все успеваете. Я бы успевала, ну, наверное, чуть больше делала чего-то другого. Хотя не факт. Почему? Потому что если я туплю, это значит, что мой мозг, он уже перегруженный информацией. И мне надо время отдохнуть. То есть поскольку я не могу просто так сидеть и, ну, как-то переключаться, то есть даже если я буду в расслабленном состоянии и ничем не буду заниматься, условно говоря, мой мозг, он все равно работает. И мне его надо на что-то переключать. Поэтому вот иногда залипание в ленту, она в ленте, оно мне, залипание оно. Оно мне дается для того, чтобы просто разгрузить свою голову. То есть помимо профессиональной деятельности и работы, есть еще, конечно же, личная жизнь. Какие-то задачи, которые нужно решать. Вот чтобы не грузиться, я для этого использую, ну, своего рода так, как отдых. Вот. Ну, либо, конечно же, могу просто сидеть и слушать аудиокниги. Хотя, в принципе, аудиокниги я в большинстве своем использую, когда я хожу куда-то. Да, то есть там, например, спортзал, со спортзала, магазин. В магазине пока собираю продукты, я могу слушать книгу. Опять же таки, все зависит от книги. Если это какая-нибудь там художественная литература, да, либо книги фэнтези, которые мне нравятся, либо там любовные какие-нибудь романы легкие, где не нужно думать, да, а просто ты погружаешься в этот мир, который тебе показывают, тогда да, конечно же, я могу слушать. Если есть какая-то конкретная специфическая литература, я ее, в принципе, ну, профессионально, я ее предпочитаю именно читать, не слушать, а читать, потому что на слух, да, я могу воспринимать, но мне всегда надо что-то выписать, мне всегда надо что-то подчеркнуть. Для чего? Когда я читаю, я подчеркиваю что-то, я потом еще выписываю, я потом несколько раз это все перечитываю, и таким образом у меня запоминается то, что мне нужно. То есть не факт, что это все запомнится, но основные какие-то моменты, они запоминаются. Поэтому если там, где надо подумать, я стараюсь эту книгу брать в печатном варианте, пускай она будет даже электроном, но я ее хочу читать. Все остальное я слушаю, либо на ночь, когда у меня бессонница, если так можно сказать, да, пока я усну, у меня там есть минут 15-20, когда я могу просто лежать, вот, и, ну, чтобы время не тратить, как говорится, да, я слушаю книги. Вот. Но возвращаемся к моменту, насколько время, насколько много времени вы тратите впустую. Я бы вам порекомендовала один день вот сделать такую практику и просто отслеживать. Не убирать ничего из своей рутины, да, а просто отследить, вот что вы делаете. Утром там, я не знаю, проснулись, пошли на работу, поработали, ясно дело, на работе заняты рабочими делами. Когда вы возвращаетесь, там, я не знаю, в транспорте, либо вы за рулем, что вы делаете в этот момент, да, пришли домой, что сделали до момента, как вы идете спать. Вот, все это просто прописать и посмотреть, не надо ничего менять, надо просто посмотреть, сколько времени на что вы тратите. Поскольку наша жизнь, она вся рутинная, ритуальная, так скажем, мы совершаем одни и те же ритуалы каждый день, привычки называются еще, другими словами. Вы можете посмотреть, сколько времени и на что вы тратите. Вот, и, ну, и дальше уже делать или не делать выводы, это ваша задача. А мы с вами посмотрим это вот в контексте Таро, да, как много времени вы тратите в пустую, акцент именно в пустую. Что значит в пустую? Непродуктивно. То есть даже если это залипание, как у меня, можно ли назвать это пустой тратой времени? Я бы сказала нет, потому что у меня идут процессы восстановления. Конечно же мы восстанавливаемся во сне, но восстанавливается наше тело, не наше сознание. А наш мозг продолжает работать. Пускай он не собирает информацию извне, то есть он ее не обрабатывает, но у него есть другие функции во сне. Он архивирует то, что было собрано в течение дня для того, чтобы распределять, идет ли это в долгосрочную память, либо это утилизируется. То есть там другие процессы происходят. Во сне сказать, что я прям отдыхаю во сне, это может быть буквально часа 2-3, потому что я и не сплю то 8 часов, по сути. Но мое сознание и во сне оно работает. Я не занимаюсь практиками осознанного сновидения. Просто мне неинтересно. Но у меня и так сны, они не то чтобы яркие, я и во сне работаю. То есть я во сне могу обрабатывать какую-то информацию, исходя из того, что я вижу. То есть я, допустим, во сне, если вижу какой-то сон, я его сама себе во сне интерпретирую. Допустим, я вижу море, вода чистая, значит хорошо. Эмоции, которые будут на следующий день, значит они не будут меня как-то напрягать, либо тревожить, вот, если там вижу, например, ночное небо со звездами, значит что-то хорошее, приятное случится в моей жизни. То есть мне не надо просыпаться для того, чтобы проинтерпретировать сон. У меня это во сне происходит уже много лет на автомате. Вот, поэтому, в принципе, мой мозг во сне работает. Поэтому сказать, что когда я туплю, то как я это называю, является ли это впустую или нет, я не берусь. То есть для меня это не совсем впустую. Можно ли было бы сократить это время? Да. Но, опять же таки, если все равно это происходит, да, я, как я, как мой мозг это себе объясняет, и не факт, что это правильно. Мне это время нужно. То есть не всегда в течение дня, я так считаю, да, мне нужно быть абсолютно эффективной. То есть иногда хочется как-то вот, ну, поглупить, то есть все время как-то о чем-то думать, и чтобы это было эффективно, прям 100% нет. То есть мозгу нужно еще и удовольствие. А работа, она не всегда для решения задачи, это не всегда удовольствие. Иногда это бывает удовольствие, а иногда нет. То есть вот это удовольствие, это тоже необходимость, это тоже эффективные моменты. Для чего я вам это сейчас рассказываю? Не просто чтобы поделиться своим собственным опытом, а для того, чтобы вы задумались. Как я всегда говорю, у всего есть две стороны медали. Нельзя быть, ну, по крайней мере, я стараюсь в каких-то моментах, опять же таки, мне не всегда это удается, я не идеальная, я это знаю, быть эффективной. То есть иногда я смотрю и то, что быть неэффективным, в этом тоже есть какой-то смысл. То есть я во всем нахожу для себя смыслы. Видимо, моему мозгу так приятно объяснять свое какое-то бездействие. То есть я и это тоже беру в расчет. Вот такое вот вступление. Вы тоже подумайте, что для вас является тратить время впустую, и действительно ли вы тратите это впустую. То есть иногда просто полежать, как мы говорим, полениться. Кому-то это может, с одной стороны, это может показаться, что мы тратим время впустую, а с другой стороны, если в этом есть какая-то потребность нашего организма, да либо просто нашей души, и мы от этого получаем гормоны удовольствия и счастья, то почему бы это и не сделать? То есть вот не знаю, чем больше живут, тем больше склоняюсь к тому, что вот нету только белого и черного, да, а есть вот эти вот все сплетения, и причем они, ну, это как в программировании, да, нолик и единицы, нолик и единицы, и всевозможные комбинации из этих ноликов и единиц. Вот для меня вот так. Поэтому конкретно сказать, что трачу впустую, нет. Это вот к тому, что если кто-то будет в комментариях, есть такие люди, я знаю, которые не смотрят ролик, но начинают сразу комментировать и говорят о том, что вот я не трачу время впустую, ясное дело, что мы не тратим. То есть вот послушайте немножечко иногда вступление. Может быть, кого-то оно и бесит, и раздражает. Это я тоже могу понять, если оно не в унисон вашим каким-то взглядом. И это нормально. Но иногда стоит немножко послушать вступление, потому что я часто говорю, что название расклада и то, что мы увидим, оно не всегда совпадает. Иногда могут быть противоречивые моменты. И вот я сталкиваюсь с людьми, которые в комментариях пишут, что это не моя тема, да, но при этом пишут комментарии, не посмотрев ролик, только исходя из названия. Ну, то есть я считаю, что поторопились просто. Вот, но давайте мы с вами приступим. Время было, думаю, предостаточно. Итак, позиция номер один. Голубенький камеш, чтобы нас не путал. Вопрос, да, как много времени вы тратите впустую? Как много времени попробуем посмотреть по масштабу. Аркан умеренности. Нет, я не могу сказать, но умеренность, она никогда не говорит о том, что это много времени, либо мало времени, да. Это золотая середина. Аркан умеренности нам все время показывает золотую середину. Хотя есть вероятность того, что здесь, знаете как, может быть циклично. То есть бывают периоды, когда вот у вас все уравновешено, да, между отдыхом и активностью. А иногда бывают такие моменты, когда вас выбрасывают качели. То есть либо вы много, как я говорю, тупите, да, сидите и залипаете, ничего не делаете, ну, то есть тратите время. Либо другая крайность, у вас очень много активности в жизни. То есть здесь мы сразу видим вот в этой позиции, да, две ветки развития. Одна ветка развития говорит о том, что люди находятся в балансе и гармонии касательно распорядка времени. Другая категория людей, вторая ветка, говорит о том, что у людей качай, да, либо в очень активный образ жизни, и потом они выдыхаются, и им нужно столько же времени, чтобы восстановиться и заново, да, то есть люди крайности. Но также здесь есть и третья ветка развития. Это люди, которые периодически, да, вот как-то меняют вот эту композицию. То есть либо они тут раскачиваются в плюс, в активность, потом их бросают долгое время в пассивность, потом они понимают, что это не выход, да, и надо как-то себя собрать. И они какой-то период времени находятся в золотой середине, контролируют себя и управляют эмоционально. Потом, возможно, случаются какие-то ситуации, которые их опять выбивают из их равновесия, и они заново по кругу. То есть здесь получается три ветки. Одна говорит о том, что люди умеют управлять собой, умеют управлять своим временем, поэтому они идут посередине, в золотой середине. Вторая ветка, когда их раскачивает либо в плюс, либо в минус. И третья ветка развития по аркануумеренности здесь получается так, что это люди, у которых есть вот такой некий треугольник, да. То есть сначала они в балансе, потом их раскачивает в плюс, либо в минус. И потом они понимают, что надо все равно вернуться к балансу, и приходят к золотой середине. То есть какая-то вот цикличность. Это не круг, а цикличность в виде треугольника. Здесь такая геометрическая фигура выходит. Давайте еще посмотрим, да, сколько времени, как много времени вы тратите в пустую, иерофан. Да нет, я бы не сказала, иерофан – это не тот архетип человека, который будет тратить много времени. Опять же таки, в зависимости от того, кто смотрит. Если это субъективная оценка, то иерофан говорит о том, что нет. Потому что он погружается в знания, он погружается в информацию, то, возможно, литературу, которая ему необходима. И то есть какие-то действия, которые чисто субъективно он воспринимает как правильные. И тут мы можем сказать, что да, он здесь не тратит много времени. Но со стороны, опять же таки, если люди не доросли до уровня иерофанта, то есть это, знаете, люди, которые проживают опыт, необходимый им в некой такой вот обыденности, это те люди, которые не могут понять тех людей, которые, например, живут в доме на колесах и путешествуют всю свою жизнь, и при этом работают удаленно, и они наслаждаются своей жизнью. То есть это те люди, у которых есть какие-то стереотипы и правила касательно того, как правильно жить, и они не приемлют взгляды других людей. Ну то есть они не то, что им не приемлют, они им чужды, они их не понимают. Поэтому с вашей точки зрения, если субъективно смотреть, вы можете сказать, что нет, я правильно распоряжаюсь временем, в большей степени, ну не знаю, может быть, что-то созерцаю, может быть, что-то наблюдаю. Ну теперь представьте картину, человек сидит и созерцает что-то, и он на своей главе обдумывает какую-то идею, возможно, философскую, либо прочитал какую-то книгу, может быть, фантастика, и о параллельных мирах, либо узнал, не знаю, какую-то информацию, вот как я недавно узнала про ленту Мёбиуса. То есть недостаточно просто узнать эту информацию, начинаешь ее обрабатывать, и у тебя соединяются пазлы один с другим, у тебя появляются мысли разные, что, возможно, мы так и живем, возможно, это наше пространство, возможно, это переходы, это и есть. Ну то есть ты начинаешь созерцать, либо обдумывать эту информацию, и субъективно тебе кажется, что это правильно, потому что это расширяет твое сознание, ты себя обогащаешь какими-то новыми взглядами на жизнь, а со стороны это может сказаться, что ты ленивый, ничего не делаешь, и просто сидишь и философствуешь. Опять же таки, все зависит от того, кто смотрит. Здесь примерно так, но если смотреть субъективно, и все, кто меня смотрит, я уверена, что вам будет откликаться эта позиция, что вы правильно распоряжаетесь временем, если это касается чего-то, что может обогатить ваш жизненный опыт. Возможно, это какие-то знания, возможно, это какая-то литература, либо какие-то вот такие глубокие беседы, либо эксперименты. Люди, которые проводят эксперименты на себе с целью в чем-то разобраться, как-то понять, например, в контексте аркана умеренности, хочу понять, могу ли я управлять своими эмоциями. И люди ставят эксперимент над собой, наблюдая за своими эмоциями, за каким-то определенным временем, который они себе отводят, и что-то записывают. Со стороны это может казаться глупостью, но человек, который проживает в силу того, что это его опыт, и его душе это необходимо, здесь сказать о том, что в этом нет какой-то надобности, я не могу. Поскольку у каждого свой опыт, и чужие примеры – это чужая жизнь. Здесь Иерафанд – это тот человек, который будет жить исключительно из своего опыта жизненного, поэтому ему никто не указ. Не потому что он эгоистичный, хотя тоже в какой-то в некоторой степени может быть, а просто потому что у него есть какие-то свои задачи души, и он, слушая внутренний голос, понимает, что вот мне это надо сделать. Так, каким образом вы тратите свое время? Ну вот, аркан мира. Каким образом? Здесь очень много времени может уходить на коммуникацию, на общение. То есть соцсети, не только общение, а вообще просто просмотр соцсетей. И это не всегда про то, как я говорю, потупите, это может быть собрание какой-то информации. Когда человек просто гуглит какую-то информацию, знаете, так бывает, начинаешь что-то искать. Ну, например, я когда ищу темы для раскладов, забиваю в гугле психологический вопрос или по вопросам опознания, и вот один вопрос, он тебя выбрасывает на одну страничку, ты попадаешь на один сайт, начинаешь читать, смотришь там предлагаемые статьи, и тебе интересно, и ты начинаешь залипать. Это тоже один из форматов залипания. Но, опять же таки, если ты из этой информации что-то найдешь для себя полезное, можно ли это считать бесполезной тратой времени? Это я сейчас вопрос и к вам. То есть, чтобы мы обдумали и рассмотрели ситуации под разным углом. Поэтому на что вы тратите, каким образом вы тратите, скорее всего, свое время на то, что вы находитесь в соцсетях, возможно, на созерцание, опять-таки, вашего прошлого, но с целью того, чтобы его завершить. То есть, вы знаете, в некий такой пересмотр. Опять же таки, практика пересмотра, она тоже занимает много времени. Здесь очень много практик вы проводите. Кто-то осознанно, кто-то неосознанно. Когда я говорю «практика пересмотра», это не значит, что я сижу и вспоминаю свое прошлое и включаюсь в него эмоционально и переживаю. Нет, практика пересмотра, она не предполагает эмоциональное состояние, а именно позицию наблюдателя, в которой ты абсолютно не включаешься. Поэтому там не может быть, что я что-то увидела в прошлом, вспомнила и меня это накрыло. Нет, это не практика пересмотра. Но вот здесь вот может быть что-то такое, либо поиск каких-то новых возможностей, поиск новых знаний. Вы также тратите время на то, чтобы узнать, возможно, новые культуры, либо за просмотром картинок, вот куда бы вы смогли поехать отдохнуть, все, что связано с путешествиями. Возможно, здесь исторические какие-то моменты, то есть либо литература на иностранных языках, либо это фильмы на иностранных языках, но они больше, я бы сказала так, либо исторические, либо что-то связанное с культурой, философией, вот с чем-то таким глубоким, там, где есть опыт. Либо, не знаю, может быть, у вас есть интерес все, что связано с семьей и понятием эгрегора, то есть это может быть родовой, семейный эгрегор, либо наследие, поколение, от одного поколения к другому, семейные какие-то ценности. На это вы тоже можете тратить свое время, ну, на семью тоже. Вот, что еще? Ну, вот и про иностранные языки и культуры я сказала. Ну-ка, давайте еще посмотрим, каким образом вы тратите свое время. Колесо фортуны, заметьте, великие арканы, первая позиция всегда у нас, вот последнее время, скорее всего, не всегда, последнее время у нас выпадают великие арканы. Тратите время на то, что, опять же таки, это в активности, когда вы, ну, здесь уже в негативном ключе, да, когда вы ходите по кругу, когда, возможно, вы не дорабатываете какой-то урок. То есть опыт считается завершенным тогда, когда он перестает существовать в вашей жизни, не насильственно, а естественным путем. То есть узел развязан тогда, когда в этом узле уже нету необходимости. Ну, то есть он развязан, поэтому вы заново не будете ходить по какому-то сценарию. Здесь может быть, с одной стороны, если вы достаточно осознанно, то вы прорабатываете эти сценарии, да, и на это тратите время. А если вы недостаточно осознанно и находитесь вот в колесе судьбы, то вас может, ну, как это, мотать по кругу. Как в стиральной машинке, да, крутить, крутить вас в кругу ваших каких-то повторных ситуаций. Вы на это можете тратить. Ну, то есть, допустим, если это в контексте отношений, потому что, как правило, вот по кругу мы ходим, ну, больше это, скорее всего, отслеживается очень ярко в контексте взаимоотношений либо личного характера, да, либо это вот с родственниками одно и то же, одно и то же, либо определенная категория людей, которые приходят, вот они вот похожи, да, как будто бы декорации меняются, а пьеса, которую проигрываем, нет, да, то есть актеры меняются, а пьесу мы играем одно и то же. Вот здесь на этом вы тоже можете залипать. И также вы можете залипать на финансовой стороне вопроса. То есть иногда вам по барабану, а иногда вы очень сильно циклитесь на этом моменте и вот можете терять время. Вообще, вот я говорю, вот здесь вот дуальность и крайность, скорее всего, она очень ярко выражена в этой позиции. Ну, либо вот так, да, либо так. То же самое, допустим, у нас идет и по колесу фортуны, да, либо мы идем за Анубисом, да, на Дир, либо наоборот за Тифоном и поднимаемся наверх, да, все зависит от того. Ну, здесь нету, а в классике изображены эти персонажи. Вот. Здесь такой момент может быть. А что конкретно вы делаете, да? То есть мы смотрели, да, вот что конкретно вы все делаете? Ну, здесь, во-первых, может отсылка идти к работе, что конкретно вы делаете, а с другой стороны, здесь вопрос вот именно медлительности, да, то есть, возможно, все, что вы делаете, есть ощущение того, что почему вы не успеваете, да, у нас же вопрос трачу время впустую. Здесь не то, чтобы вы это вот тратите, а здесь вы очень медленно что-то делаете. То есть для кого-то, ну, не знаю, он может быть за сутки успел бы в два раза больше, чем вы, но вот вы по природе, ну, не может Ярофан бегать, не получится, у него другая задача, да, то есть вот это вот архетип там римского папы, в данном случае, вот в классике изображен. Ну, представьте римского папу, который вот будет бегать по площади, да, там, ну, святого Марка, ну, нет, да, ну, не вписывается в эту картину. Вот, либо там, ну, я не знаю, трех, как по-русски, Миры, Майры, да, по-моему, называется, те, которые притут в судьбу. Вот, ну, как они будут, да, они все пассивные, здесь вообще все арканы такие пассивные, связанные с пассивностью, но это не говорит оно, что вы бездействуете, да, то есть есть пассивность, это когда человек вообще бездействует, ну, то есть он ничего не делает. У вас активность, она есть, она интеллектуальная, она ментальная, либо она эмоциональная, то есть вы можете очень ярко, вот то, что я говорила во вступлении, да, сидеть и представлять, у вас может быть ярко выражено воображение, и вот вы так ярко можете это все, сто раз сказала ярко, так можете четко и живо вживаться в роль того, что вы воображаете, что вам может казаться, ну, то есть сложно отличить, да, где реальность, а где иллюзия. Вот, является ли это для человека пассивностью? Нет, почему? Потому что его ум воспринимает то, что вот, блин, я активничал. То есть вы настолько можете активно и интенсивно думать, что вы можете устать, не потому что вы устали от думок, а то, о чем вы думали, это вот было настолько живо, настолько ярко, что приходит ощущение, что я вроде бы сидела и думала, а в своих мыслях, я не знаю, ну, условно говоря, вы играли в баскетбол. И вот если на вас посмотреть со стороны, когда вы выходите из этих ваших представлений, вы можете вспотеть реально, хотя физически вы сидели. То есть ум не отличает, где есть воображение, да, что есть иллюзия, что есть реальность для него, это все реальность. Вот здесь вот что-то такое у вас проходит. Но здесь вопрос медлительности, да, либо медлительности, либо вы очень много думаете на тем, как реализовать свои какие-то идеи, идеи, планы, замыслы. Ну, что вы делаете? Вы залипаете в дьявол, да, что вы делаете? Вы работаете, да, я могу сказать, вы работаете со своими теневыми моментами, что вы делаете? Вы боитесь, здесь очень много страхов, да, то есть, ну, вот помимо плюсов, которые я озвучила, да, минусы здесь, это вот цикличность, с одной стороны, по колесу фортуны, а с другой стороны, по дьяволу, здесь может быть проекция ваших собственных страхов. То есть, работа с вашими тенями, она вам поможет, то есть, иногда вы ничего не делаете, просто потому что вы боитесь. Опять же таки, это что-то надуманное, это что-то придуманное, но в вашей голове это вот прям, это настолько реально, да, то есть, здесь какие-то страхи могут проходить. То есть, вы чего-то боитесь, и поэтому стопоритель, да, поэтому бездействуете. Еще что вы делаете, что вы тратите? Ну, здесь могут быть какие-то вот психологические аспекты, знаете, это вот прям, наверное, не для всех и не для большого количества людей, а здесь есть какие-то, как их называется? Как они называются-то, эти отклонения? Это не болезнь, а отклонение. Вот как какие-то психологические тики, да, вот, ну, как это, блин, как это по-русски-то сказать? Есть такое, как отклонение, пример приведу, когда человек, например, не может выйти из одной комнаты и перейти в другую, да, то есть, вот у него что-то там в голове срабатывает, и у него это может ассоциироваться с тем, что вот если я выйду из одной комнаты в другую, то, допустим, там, ну, с моими близкими что-то случится. Это вот какие-то психологические отклонения, ясно, поэтому я сказала, что это не для всех, это прям маленький такой процент, но это есть, есть вот какие-то глюки, давайте так их назовем. Это не болезнь, это вот именно психологические какие-то отклонения, то есть, видимо, точно не знаю, но, видимо, вот в мозгу те области, которые ответственны, допустим, за воображение и за реальность, да, как-то вот они контактируют по-особенному, что человеку вот это вот воображение, то есть вот эта ассоциация, что если я перейду из одной комнаты в другую, то есть то, что есть реальность, она соединяется с иллюзией, что, допустим, там что-то случится плохое с моими близкими, вот, и человек не может переступить порог, или, может быть, видели людей, да, которые вот поднимают ногу, вот, а поставить не может, вот, как-то вот замыкает, да, что-то в голове, вот здесь такие психологические отклонения тоже могут быть, но это вот как проекция именно работы нашего, либо что-то связанное с умом, здесь вот какие-то вот психологические моменты, ну, может быть, как своего рода аутизм, да, тоже вот какой-то такой, опять же, я не вижу, что здесь как болезнь была, а здесь вот именно какое-то вот, ну, отклонение, вот, ладно, не буду про это говорить, но здесь вот что-то такое может быть, что еще вы можете делать по дьяволу, да, то, что я сказала, в принципе, ритуалы, да, привычки, то есть у вас есть какие-то привычки, но эти привычки, они связаны как-то со временем, понимаете, то ли вы время, но мы все субъективно воспринимаем время, да, то есть у нас есть одно объективное, как отчет, чтобы структурировать нашу жизнь, да, например, там, зима, весна, лето, осень, либо элементарно часы, которые придуманы для того, чтобы как-то упростить жизнь людей, да, чтобы были какие-то ориентиры, потому что, ну, вот без часов достаточно сложно ориентироваться, это не то, что невозможно, но это достаточно сложно, то есть это какой-то общий знаменатель, который помогает воспринимать мир, но здесь вот, здесь какие-то залипания идут, да, вот что за залипания, вот я хочу все-таки спросить, ну, вот по семерке пендакли, да, то есть какие-то ожидания, вот что-то у вас здесь с временем, и я не могу сказать, что здесь стопроцентная лень, понимаете, но здесь вот как-то, вот то, что изначально сказала, либо вот вы сидите, сидите до последнего, а потом побежали, побежали, и либо знаете как, вот откладывайте до последнего какое-то действие, а потом, там, я не знаю, за три часа вы можете выполнить работу, там, условно говоря, целой недели, то есть здесь трудоспособность очень высокая, и здесь потенциал как возможности, понимаете, энергетические силы, они у вас есть, но вы вот как будто бы тянете до последнего, а потом все выполняете в короткие сроки, но здесь вы так устроены, понимаете, я не могу здесь опять же таки сказать, что вот это пустая трата времени, понимаете, потому что каждый человек, он индивидуальный, и вот всех под одну гребенку очень сложно, поэтому я сказала, что здесь разные ветки развития, и что-то для себя вы услышите, если вдруг, мы закончили первую позицию, если вдруг вы что-то не услышали, то вы можете самостоятельно сесть и подумать над этими вопросами. Так, это была первая позиция, у меня сегодня какой-то такой, достаточно настрой психоаналитика, ну вот бывает такое, голубой-красный камешек, вторая позиция, двоечки, смотрим, как много времени вы тратите в пустую. Так, наверное, опять же таки вопрос много, мало, некорректный. Скажу так, по королю кубков, здесь люди, находятся в воспоминаниях, то есть здесь прошлое, оно очень сильно активно в вашей жизни. Насколько? Здесь, как будто бы, знаете, человек, который вот погружается в свое прошлое, погружается в какие-то эмоции. То есть, пока он находится в своих каких-то фантазиях и воспоминаниях прошлого, время может двигаться вперед, но вот ему чисто субъективно, ему этого, ну, то есть, он это не воспринимает. Знаете, как говорят, когда ты занимаешься тем, чем ты любишь, то, что ты любишь, то время летит очень быстро. А когда тебе надо что-то подождать, ну, то есть, допустим, заканчивается ваш восьмичасовой рабочий день и осталось там пять минут, вы уже вот ждете, считаете обратный, обратный счет, да, когда это вот время закончится и тебе кажется, что оно тянется бесконечно. Либо если вы пробовали стоять в планке, да, и вам надо, ну, по времени, допустим, минуту постоять, вот вы считаете, да, там, 50 секунд постояли, вам осталось 10 секунд, вот вы уже считаете вот это 9-8 и хочется, чтобы подгонять, подгонять, хотя это вообще какие-то доли секунд. Ну, то есть, прям, очень маленькая величина, так скажем. Но вот здесь человек, он погружается, возможно, в какие-то воспоминания, там есть в этом, что есть в этом прошлом, что вот вас наполняет. Здесь есть что-то, что связанное с прошлым. здесь не то, что наполняет, а вы все время как будто бы задумываетесь на тем, что можно было бы как-то изменить. Выпустила ли я какие-то возможности, шансы в этом прошлом, либо если бы я что-то выбрал по-другому, может быть, это сработало бы иначе. Также есть мысли о том, что вот если бы вот в этом прошлом у меня была бы какая-то поддержка, была бы помощь, да, либо были какие-то финансы, либо еще какие-то дополнительные ресурсы, как бы тогда изменилась моя жизнь. То есть здесь вот мысли такого порядка. Опять же так и сказать, много тратите вы время на это или мало, я не могу. Но то, что здесь на это идет и на какие-то эмоциональные переживания, да, время вы тратите на эмоции, это да. Но давайте посмотрим, каким образом, да, вы тратите. Каким образом вы тратите время? Здесь человек, который хочет понять причинно-следственные связи, я бы так сказала, да, человек, который хочет, здесь человек хочет разобраться, вот правильно или нет. Почему для вас так важно разобраться вот в этом, правильно или нет? Потому что от этого как будто бы вот зависит ваше будущее. Ну вот так интересно, вы вот в это будущее вы идете через прошлое. То есть вы не смотрите вперед в будущее, что мне нужно сделать для того, чтобы получить то, что я хочу. А вы как-то думаете о том, что я могу изменить в прошлом, что по факту изменить уже ничего невозможно, чтобы получить что-то в будущем. то есть вот как-то назад в будущее, да, вот это вот как-то про вас, назад в будущее, во времени человек идет. Хорошо, еще каким образом вы тратите свое время? Ну, это классно, это здорово, солнышко, радуйтесь, радуйтесь, веселитесь, может быть где-то, знаете, дурачитесь, как маленький ребенок, то есть здесь вы наполняетесь энергией, я так могу понять. То есть вы слили куда-то там в прошлое, да, в какие-то моменты переживаний, вам нужно восполниться. И вот вы восполняете свою энергию через солнце, через веселье, через удовольствие, через то, что, не знаю, может быть здесь у кого-то вот вопросы шоппинга, то есть вот потратить деньги, от этого получить удовольствие. Либо вы получаете как будто бы удовольствие от каких-то детских незрелых поступков, там, не знаю, может быть себе что-то купить, может быть себя чем-то побаловать, порадовать, может быть куда-то, я не знаю, сходить, может быть реализовать какие-то свои детские задумки, мечты, желания, вот что такое. Но это вот просто самый быстрый и скоростной момент, либо в отпуск куда-нибудь съездить, да, побыть на солнышке, вот порадоваться этому солнышку. Но здесь это связано с энергией, с необходимостью восполнить свои энергетические ресурсы, просто потому что вы их сливаете в прошлом. Вот, опять же, смотрите, вопрос, каким образом вы тратите, но здесь вопрос не про трату энергии, а здесь наоборот про восполнение той энергии, которую вы потратили на воспоминания прошлого, на те переживания, да, либо даже если это не эмоции, мыслительные какие-то процессы, да, когда вы думаете, а правильно я поступил, нужно было ли это выбрать, а что, вот эти вот выбор, выбор, вопрос выбора, когда вы это все обдумываете, это энергозатратно для вас, и вы хотите восполнить свою энергию, то есть здесь кто-то может быть и едой, это самый быстрый, да, способ восполнить энергию, побаловать себя какими-то, я знаю, конфетками, вкусняшками, то, что вам нравилось в детстве, то, что вот легко, доступно, быстро, как батарейка, от которой можно подпитаться, но это не траты, это восполнение энергии, еще каким образом вы тратите свое время впустую, тогда, когда вы не ставите точку, либо, когда есть какие-то убеждения у вас в голове, а вы их не меняете, ну, то есть оставляете, и они как снежный ком наполняются, наполняются, и в конечном итоге вы убиты, да, убили сами себя своими мыслями, да, либо как-то убиваете сами себя рамками, в которые вы в каких-то ситуациях себя ставите, эти рамки, они, эти ограничения, они именно в контексте вот каких-то убеждений, то есть одно дело, когда это один туз мечей, это один, может быть, одно какое-то убеждение, а здесь 10, и многие из них, они могут противоречить между собой, и человек вот как будто бы, знаете, запутался в трех березах, вот что-то здесь такое, то есть каким образом вы тратите время, каким образом, тем, что вы не ставите вовремя точку, надо было, ну, либо вы, знаете, начинаете как-то общаться с людьми, вы понимаете, ну, не мой человек, ну, надо поставить точку, нет, вот у вас будут всплывать эти моменты, да, я же воспитанный человек, ну, то есть я не могу просто так уйти, да, это невежливо, некультурно, и, а потом вы выходите, и вот как-то есть это ощущение, что, ну, зря я с этим человеком столько времени провел, да, и хорошо, если это просто какое-то вот общение, да, приятельское, а если это отношения, ну, и на них ушло много лет, вот здесь вот эти вот моменты, еще каким образом вы тратите свое время, ну, вы сливаете свои ресурсы, видите, аркан силы, сливаете свои ресурсы, ну, возможно, а на что, вот здесь какие-то страхи, нет, здесь не страхи, вы сливаете свои ресурсы, вот опять же, таки, да, аркан шута, на то, что не идете, не идете, не обновляете свою энергию, здесь, как, вот этот вот момент, он очень ярко здесь выражен. То есть вы понимаете, что вот сейчас нужно что-то делать, а вы это не делаете и оставляете как-то вот на потом. И вот это вот потом, 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 оно вас убивает. Здесь не вопрос работы, как вот в первой позиции, а здесь скорее всего как-то не вовремя сказали, допустим, ну не хватило силы воли сказать человеку нет, в чем-то отказать. И потом вам от этого плохо, вам от этого хуже. То есть где-то вы, не знаю, может быть нужно было бы поступать как-то незрело, да, по-детски, а вы не поступили. Либо наоборот, вы поступили как-то неосознанно, не по-взрослому. И поэтому это вас убивает. Хорошо, а что вы делаете? Вот когда вы тратите свою энергию впустую, что конкретно вы делаете? Ну вот, четверка копков, ничего не делаю, да, грущу. Сижу, грушу, груши кушаете. Сижу, грушу, вот, по деревам, ничего не хочу. Вот когда у вас вот эта вот нехотелка появляется, тогда вы тратите энергию. То есть какая-то, вы знаете, апатия, мелохолия, хандра. Вот в эти моменты вы тратите энергию зря. А почему вы едите груши, да, грушу? Потому что вот не хватает удовольствия, видите? Потому что свою энергию вы ее сливаете на... Эти карты, они все время именно в этой колоде скользят. Сливаете энергию на то, что вам не нравится. Вот когда вы тратите, либо на что вы тратите свою энергию? На то, что вы не получаете удовольствия. Поэтому для вас это должно быть очень важный момент. У нас король кубка здесь вначале выпадал, который тоже говорит про удовольствие. Поэтому вообще удовольствие в жизни, оно вам важно. То есть выстраиваете свою жизнь вокруг удовольствия. То есть есть люди, которые определяют, туда я иду или нет, через понимание мое, не мое. А вот у вас должно быть понимание, получаю я от этого удовольствие или нет. Наполняет меня это, либо опустошает. Вот это вот ваш критерий, в котором вот как бы вы ни шли, вы будете понимать, правильно или нет. Ориентируясь именно на то, что получаю ли я удовольствие или нет. Наполняет меня это или нет. Кстати, это очень хорошая подсказка. Что еще вы делаете вот именно впустую? Ну вот всевозможные разочарования, ну эмоции. Вы просто эмоциональный человек, двойки всегда выбирают позицию. Эмоциональную, да, дуальность вот эту. Когда вы разочаровываетесь. Особенно эти разочарования происходят в те моменты, когда вы начинаете взрослеть, когда вы понимаете, что уже былой какой-то легкости нет. Либо когда есть разочарования появляются, тогда, когда, не знаю, долгое время, например, находитесь в браке, да, и вот опять же, этот снежный ком накопительства. То есть надо было где-то сказать с самого начала, что мне это не устраивает, меня это не удовлетворяет. Где-то здесь промолчали, там сдержались. А потом уже, когда вы хотите высказать, и уже опять же таки себя сдерживаете. Почему? Потому что говорите, ну сейчас уже бессмысленно, да, то есть это надо было тогда говорить. То есть вот здесь вам нужно научиться говорить все вовремя. Вот тогда, когда вы ощущаете что-то, тогда, когда вас что-то не удовлетворяет. Не надо умалчивать, не надо оставлять на потом. Знаете, вот как бывает обычно у нас у женщины, копим, 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 какой-то потом неподходящий момент, начинаешь выгружать на своего партнера свои прентензии. Он такой в шоке, да, типа я только проснулся, что я уже успел натворить за это время. А мы тут, знаете ли, во сне там что-то увидели, вспомнили, и вот сейчас подожду, вот я подожду, он сейчас проснется, и я ему все выскажу. Бедный человек проснулся в таком настроении, недоумении вообще, что когда я успел что-то натворить, а вот надо было вовремя сказать, потому что сейчас неуместно. Вот здесь такой момент, двоечки. Так, это была вторая позиция. Сегодня энергия у потока, ну вот у расклада, она абсолютно другая. Вот кто умеет чувствовать, тот поймет, что сегодня как-то вообще другие энергии какие-то. психоаналитик в меня вселился. позиция номер 3, зелененький камешек, троечки. Смотрим ваш психоанализ. Как много времени вы тратите впустую? Как много времени вы тратите впустую? Знаете, здесь человек, который борется, я бы так сказала, борется с тем, чтобы не было этого времени впустую. Здесь человек, который понимает, что мне отведено не так много времени по жизни. Опять же таки, это не важно, сколько вам лет, это может быть человеку, которому там и 25, и 30 лет. Здесь не об этом, здесь не о биологическом возрасте, а здесь вот такой вот какой-то внутренний компас, который все время человека подгоняет и говорит о том, что у нас нету много времени, нам надо успеть. И здесь вот человек постоянно внутри себя борется с тем, чтобы вот не тратить время впустую. Тратите ли вы время впустую? Да в принципе нет, вы стараетесь быть очень продуктивными, конечно же, когда вы себя загоняете туда, такое может быть, да, вот вспышка и потом перегорели, вспышка и потом перегорели, такое может быть, но в принципе вы стараетесь быть очень эффективными, да нет, я не вижу, чтобы вы тратили время. Знаете почему? Потому что вот у вас есть интерес и вот то, что вы делаете, ну по крайней мере сейчас, так как вы поликарты, вот ваша жизнь, она интересная, для вас она интересная, ясное дело, что мы смотрим субъективно. Для вас она интересная, то, что вы, например, чем вы занимаетесь, да, королева Жезлов может указывать, конечно же, на эзотерические какие-то знания, и можно ли сказать, что эти знания принесут вам какую-то пользу в вашей жизни, какие-то, да, какие-то нет, но опять же таки, да, всего две стороны медали. Для вас, то, что вы изучаете, то, чем вы занимаетесь, опять же таки, не обязательно в контексте эзотерики, а вообще по жизни, да, вам это интересно, и поэтому здесь есть такое, знаете, чувство, что мне все и много, и настолько интересно, что я вот хватаюсь за любые знания, и поэтому у меня нету времени, то есть здесь наоборот, как-то вот вы себя подгоняете, вам кажется, что у вас очень, опять же таки, повторюсь, очень мало времени, потому что занятость у вас достаточно высокая, то есть насыщенность дня, она у вас высокая, то есть здесь человек занятой, занятый, занятый, да, здесь, здесь такое ощущение, что вот если вы будете как-то сидеть, да, то в вашей жизни, ну, ничего делать, в вашей жизни наступают какие-то кризисы, вот чтобы вот этот вот кризис избежать, да, чтобы вот не входить в вот это состояние, вы себя как-то все время загружаете чем-то, вот не хочется чтобы знать, чем вы себя здесь грузите, башней, а у вас такое хобби очень интересное, вы строите и рушите, строите и рушите, с одной стороны это вырабатывает определенный навык того, что как раз-таки, да, по пятерке Пендакли не привязываться к материальным благам, то есть если здесь уровень осознанности высокий, то вы понимаете, что нет смысла привязываться к материи, поэтому знаете, как карточный домик выстроил, посмотрел, мне такой формат не нравится, оп, сразу разрушил, потом заново выстроил, то есть вы понимаете, что основы нету, поскольку это из картона выстроенные домики, то есть они долго стоять не будут, но умение создавать, либо комбинировать эти карты и, знаете, вот как архитектор, который придумывает новые какие-то фигуры, да, и комбинирует их в построении как в будущем, да, в проекцию какого-то здания или какого-нибудь там помещения, не знаю, какой-то другой дизайн, это вот, вот эта вот способность, да, она, с одной стороны, она хорошая, почему? Потому что вы как будто бы как-то, знаете, очищаете, вы понимаете, что вот это мое, а это не мое, а с другой стороны, вот в каких-то моментах она вам вредит, почему? Потому что вы не доводите дело до конца и вы не получаете результат, вы как будто бы здесь, знаете, задаетесь раньше, чем могли бы быть, то есть здесь по башне интересный момент, почему разрушаете, потому что здесь человек ищет свою какую-то экологичную сферу, ищет что-то свое, вот свое место под солнцем, поэтому он все строит и рушит, строит и рушит, не потому что он больной на голову, как могут высказываться о вас, просто вы хотите понять вот свое, это знаете, как пластилин, слепил что-то, а потом как это опять-таки разложил, да, в общую массу, что-то другое слепил, вот до тех пор, пока ты не слепишь то, что будет твое, и поэтому вам с одной стороны вас дан вот этот, как это сказать, навык, умение рушить и заново создавать до тех пор, пока вы не создадите то, что будет вам откликаться. Это с одной стороны про совершенствование, то есть мы берем какой-то, например, ну, гаджет, да, раньше, который был, да, с этой трубкой, там, где кручешь, крутишь, набираешь номер, вот вы как будто бы рушите, говорите, нет, мне это не надо, да, мне надо кнопочный, гоп, это перестроили этот кругляшок на кнопочке, нет, кнопочки мне уже не подходит, мне нужен такой вот сенсорный какой-нибудь телефон, мы придумали эти смарт-телефоны, умные телефоны, да, вот это вот как будто бы про вас, то есть вот здесь такая категория людей, конструкторов, которые рушат, но создавая что-то лучшее у совершенствования, не потому что им нравится постоянно что-то совершенствовать, а потому что они хотят найти то, что вот будет им откликаться, поэтому с этой точки зрения это хорошо, а с точки зрения того, что вы рушите и иногда не доводя вещи до конца, это, это очень энергозатратно, здесь есть вот эти вот вопросы, спешки, я тороплюсь, я тороплюсь. Я просто подумала, знаете, здесь, допустим, в контексте людей, да, то, что мы говорим, не привязывайте, иногда, когда вы привязываетесь к людям, вы как-то вот, как только почувствуете, да, то есть, как это в психологии, избегающий тип привязанности, да, у людей, которые боятся близости, что возможно, человек, которым вы привязываетесь, смог бы быть для вас целителем, если бы вы осознанно подходили к этому моменту и прорабатывали, то есть, вот, вы бы очистились, то есть, в каких-то моментах здесь важно понять, что вот именно ваша привязанность, она может быть вам во благо, но здесь нужно включать осознанность, вообще здесь эта позиция, она должна быть такая, достаточно осознанная, но здесь вот, когда я говорю по третьей позиции практики, я не имею в виду, что это люди, которые практикуют магию, хотя не исключено, а это люди деятельные, то есть, есть теоретики по первой позиции, которые понимают жизнь через теорию, через мыслительные процессы осознания, а есть люди, которые опытным путем понимают жизнь, вот вы, человек, который понимает опытным путем, вы никогда не будете там, я не знаю, читать какие-то сопровождающие, сопровождающие книжки, вот эти вот мануалы, да, вы там, я не знаю, купили какой-то прибор, вот путем тыка, да, тыркаться туда-сюда, туда-сюда, вы поймете, как это работает, для вас это будет более практично, эффективно, вы откроете, возможно, еще даже какие-то дополнительные фишки, нежели бы вы прочитали мануал, а вот люди по первой позиции, у них такой склад ума, что они сначала прочитают этот мануал, допустим, приложение к колоде Таро, да, вот эту вот белую книжку МБК, сначала почитают, потом будет делаться расклад, а вот люди по третьей позиции на борт, они сначала сделают расклад, а потом еще, ну, возможно, подумают, буду ли я читать МБК или нет, потому что делаю расклад, я сам понимаю, вот это, вот это, вот это, а здесь вот эта карта так работает, понимаете, вот здесь про это, еще, на что вы тратите время, вот когда мы говорим впустую, ну, здесь защитные механизмы, да, вот понимаете, вы тот человек, опять же таки, который не будет ориентироваться на опыт другого человека, плохо ли это или хорошо, да нельзя сказать, вот если для вас работает ваш личный опыт, иногда говорят, вот дураки учатся на своем опыте, я с этим вопросом не согласна, почему, потому что лучше один раз на себе испробовать, конечно, какие-то моменты это рискованное, но, как говорится, когда тебе на ногу прилетит эта кувалда, ты сразу будешь понимать, что с ней нужно аккуратно, и надо вещи ставить на место, чтобы лишний раз ничего не прилетело, а когда тебе приходит человек по, там, я не знаю, безопасности, и говорит о том, что кувалда должна быть в стороне, будьте аккуратны, одевайте каски, да, вот устроителям говорят, вы два уха зашло-вышло, но вот когда один раз свалилось, все, вы уже это на всю жизнь запомнили, вот у вас какой-то такой момент, поэтому можно ли сказать, что вы тратите на это время, ну, если бы вы учились на ошибках других людей, да, вы бы быстрее чему-то научились, хотя это не факт, но со стороны глядя, кажется, что вы тратите время, потому что вы, здесь, как говорят, не надо изобретать велосипед, но вам и интересно, потому что вам не столько даже этот велосипед нужен, сколько само изобретение, потому что вы в этом процессе понимаете намного больше вещей, и поэтому, когда говорят, что ну не надо на своем опыте учиться, вот вы задумаетесь, скажете и найдете прям очень много объяснений, почему надо именно на своем опыте, да, то есть надо жить свою жизнь, а не жить на примерах других людей, то есть здесь вы закрываетесь, также вы тратите очень много времени, когда вы отстаиваете какую-то свою позицию, то есть иногда что-то на вас такое накатывает, и вы хотите как-то доказать, объяснить другим людям, почему вы поступаете так или иначе, ну то есть я бы сказала это в контексте поделиться, вот, но отстаивание здесь, понимаете, одно дело, когда мы просто делимся информацией, а другое дело, когда мы хотим переубедить, и вот здесь, когда вы хотите кого-то переубедить, это пустая трата времени, в конечном итоге вы вот после таких переубеждений, вы выгораете, но в этом тоже есть плюс, почему, потому что когда вы переубеждаете, у вас идет выброс лишней вот этой вот вашей энергии, почему, потому что неоднократно говорил, что по тройке у меня идут огненные люди, да, вот этот излишний огонь, чтобы он не сжег вас, он должен выйти из вас, и поэтому, когда вы достаточно агрессивно кого-то переубеждаете, либо наоборот убеждаете, переубеждаете там в своей правоте, в своих каких-то взглядах, в свое мировоззрение, понятие и так далее, и так далее, вы выбрасываете, вот опять же таки, ненужную энергию, но в кавычках не нужно, потому что ненужная энергия не бывает, вся, любая энергия, она нейтральная, но когда вы ее заряжаете негативом, да, вот, 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 агрессия, она конечно должна выйти, в таком случае она негативная, и она должна выйти из вас, потому что иначе она будет вас разрушать, вот, поэтому так, что вы делаете еще, когда тратите время впустую, но вы стараетесь отстаивать свои границы, стараетесь, как-то знаете, все контролировать и управлять, опять же, является контроль негативом, мне кажется, сегодня весь расклад, говорю о некой такой дуальности, да, вот этом единым знаке гения, я взаимодополняющий, не противоположное, а взаимодополняющий, то есть, является ли контроль, в каких-то моментах контроль необходим, когда, когда ты имеешь дело с ребенком, либо с людьми по архетипу ребенка, ну, то есть, незрелые, тогда их нужно контролировать, их нужно, ими нужно управлять, ну, во имя их безопасности, конечно же, да, ну, то есть, если отпустить маленького ребенка на дорогу, там, где есть машина, он, конечно же, побежит и может произойти авария, человек, который более взрослый, да, зрелый, в данном случае император, он это осознает и понимает, и ему необходимо контролировать ребенка, но, здесь тогда возникает философский вопрос, да, в контексте контроля, почему вы окружаете себя тогда незрелыми личностями, детьми, если это в физическом мире действительно ваши дети, то это окей, претензий никаких нет, но если в вашем окружении есть люди, которые незрелы, возникает вопрос, для чего вы себя ограничиваете именно незрелыми людьми, не для того лишь, чтобы проигрывать роль контролера, потому что если не будет таких людей, кем вы будете, кого, либо что вы будете контролировать, контролировать тогда неким будет и нечем, и тогда вот ваш архетип контролера, он разрушится, но вы этого не хотите, поэтому вот здесь над этим тоже стоит задуматься, с одной стороны контроль хорошо, а с другой стороны для чего он вам нужен, почему у вас нету доверия, я не говорю про людей, я говорю вообще миру, ситуации, то есть вот здесь подскудно проходит, извиняюсь, некий такой страх, вообще по императору люди боятся старости, либо боятся, извиняюсь, либо боятся некоей такой закостенелости, то есть невозможности действовать, поскольку, опять же таки скажу, вы очень активные люди, поэтому на что вы тратите энергию впустую, силы свои впустую, на то, что контролируете, на то, что контролируете, потому что это тоже своего рода активность, хватает ли вам активности, вот не хочется смотреть, может у вас мало активности, здесь надо изменить подход к этой активности, да, здесь вот действительно не хватает вам активности, но не в контексте совершенных дел, либо вот список дел, которые нужно сделать, а активности не хватает в вашем сознании, то есть как-то, я не знаю, либо быстро что-то решать, может быть вы по императору решаете очень медленно, да, через то, чтобы все взвесить, все проанализировать, где-то подстелить соломинку, то есть возможно вам не хватает вот этого, знаете, риска, некого, вот огонь, да, это тоже огонь, авантюризм, но вы как будто бы вот боитесь рисковать, я не говорю, что надо там рисковать, взять все свое имущество и пойти проиграть в казино, нет, конечно же, но вот в каких-то бытовых мелочах, вещах, вот вам этого риска не хватает, и есть вот эта вот активность по восьмерке железа, вам не хватает активного ума, но не такого, который у вас есть, у вас есть холодный ум, мыслительный, интеллектуальный, а вам, возможно, не хватает активности воображения, да, то есть скучать воображение, представление, то есть возможно какие-то знания, где вы можете использовать какие-то хитросплетения, вот уловки ума, может быть элементарно даже решать какие-то головоломки, причем не кроссворды, которые холодные, нет, а есть, вы знаете, вот разные, как, ну, раньше были кубик Рубика, а сейчас есть такие аналогии этого кубика Рубика, либо там, я не знаю, два кольца, надо их разъединить, вот ты думаешь как, ну, то есть вот такого формата, более активного, то есть здесь какой-то работы вашего мозга не хватает, но не в контексте аналитики, еще раз скажу, то есть здесь не про шахматы, вам не нужна игра в шахматы, вам нужно играть, например, в подавки, да, то есть тоже своего рода интеллектуальная игра, но эта игра, она такая, в ней присутствует азарт, в ней присутствует скорость, там, ну, вот, как будто бы много не надо думать, вот хитрость, надо включить в свою жизнь хитрость, то есть здесь необходим этот Меркурий, но именно, вот, я не знаю, как использование интеллекта со скоростью как-то, вот быстро, быстро что-то сделать, какие-то вот процессорные работы, они должны проходить очень быстро, перезагрузка должна быть быстрая, а у вас вроде бы вы по натуре огненный человек, да, но вот в каких-то моментах вы тормозите, здесь вот этот вот император, он у нас проходит, он какой-то такой, знаете, нерасторопный, как это правильно это слово, он как-то вот, да, нерасторопный, что ли, он как-то вот не разворачивается, вот есть эти валуны, да, как у швейцарских часов, такие вот большие какие-то шестеренки, они какие-то каменные, и вот они уже застыли, их надо прикладывать огромное количество энергии, что вот эти вот гигантские шестеренки начали работать, вот прям такой физический труд, вот здесь что такое, то есть вот как раньше показывают, да, на картинках, колесо, которое крутит там, я не знаю, лошадь, вот это колесо, оно должно прийти в движение, и необходима физическая сила, вот ваш император, он здесь какой-то такой, вот прям очень медленный, не развернешь, и вот хочется как-то вот подогнать, либо масло подлить, да, как-то смазаться, чтобы он быстрее шел, при том, что вот у вас внутри, это знаете, как вулкан, да, который вот спит, спящий вулкан, внутри него вот эта вот энергия, да, огненная, она горит, но прорваться она никак не может, то есть надо, чтобы оно пришло в движение, в нужное время, там, чтобы звезды сошлись, и так далее, и так далее, но огромный, огромный энергетический потенциал, поэтому вы конфликтуете очень часто, чтобы вот эту вот неиспользованную вашу энергию, огненную, да, вы ее направляете вот именно в конфликт, с одной стороны ситуация проясняется, потому что любой конфликт, это вот процесс очищения идет, да, здесь по башне, но с другой стороны, можно было как-то вот более экологично, что ли, эту энергию направлять, но здесь нужно подумать, как это нужно сделать, вот такой у меня был сегодня расклад, благодарю всех за внимание, напоминаю, что выходные я проведу близконсультацию на тему потока, пишите свои комментарии, обратную связь, ставьте лайки, пишите, знаете, вот опять же таки, я не могу указывать, кому и что в комментариях писать, но, наверное, нам вот чисто мое субъективное такое мнение, интересно читать комментарии, когда люди пишут о том, что вот они услышали, например, в раскладе и осознали, вот я поняла вот это из расклада, да, либо вот этот расклад навел меня вот на такие мысли, а что вот если вот так, ну то есть какие-то такие более, не знаю, созидательные, что ли, комментарии, ну опять же таки, это мое субъективное мнение, я не могу вам указывать, но если спрашивать меня, мне интересно такое читать, то есть вот читать комментарии о том, что у меня сложная жизнь и ничего там не получается, и где-то я застряла, ясное дело, что это жизнь, и все мы проходим, ну на разных этапах своей жизни, такие этапы, и безусловно, поскольку вы в этом варитесь, для вас это актуально, но насколько это интересно для мироздания, вот я не знаю, читайте как-то комментарии с точки зрения мироздания, насколько бы это было интересно, все-таки почему я это говорю, не потому что я не могу принять то, что вы пишете, и конечно же ваше мнение, и оно принимается, а просто все-таки расклад, канал, он имеет задел на, и акцент больше на самопознании, моя задача вас смотивировать на то, чтобы вы задумывались, на то, чтобы вы смотрели ситуации под другим углом, под которым вы не привыкли, то есть как-то сподвигать вас на иной взгляд, на то, чтобы вот ваша жизнь изменилась, надо посмотреть по-другому, но если вы пишете комментарии из того, что вы проживаете, я не совсем понимаю, насколько тогда вот как-то вот ваша жизнь может измениться, вот все-таки, опять же-таки, это мое субъективное желание, да, я даю себе в этом отчет, я не могу никого поменять, вот прям понимаю это сто процентов, но все же мое человеческое желание вот посеять вас вот эти вот зерна, да, чтобы мы научились, потому что мне все-таки кажется, что это не совсем про характер человека, а это про навык мышления, насколько мы умеем мыслить, вот действительно мыслить, не просто гонять мысли в голове, а именно мыслить, созидать, вот такого порядка просто интересны мне комментарии, но это опять же-таки не говорит, что вы не можете писать все, что вы хотите, просто попробуйте писать комментарии, по крайней мере на моем канале, через вот какое-то созидание, через какое-то мышление, то есть попробуйте хоть раз по-другому написать комментарии, но это вот просто как практика такая, можете рискнуть, попробуйте, а я прощаюсь с вами всем, пока-пока!